Время ознакомления Время ознакомления с изменениями в Ташкенте 11 января этого года президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиоев наряду с другими проектами ознакомился с процессом строительства современного и высокотехнологичного парка «Мэджик Сити. Городок чудес», который строится на базе Национального парка культуры и отдыха имени Алишера Наваи. Глава государства дал свои рекомендации и предложения в процессе осмотра объекта. Этот грандиозный проект, который создается по инициативе главы государства, был на днях презентован в гостинице «Хилтон Ташкент». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На мероприятии, прошедшем при участии представителей средств массовой информации, партнеры проекта, которые являются представителями крупных компаний мира, показали присутствующим свои презентации. Данный проект, который считается единственным в Центральной Азии по своему масштабу, реализуется в два этапа. На общей площади 21 гектар. На первом этапе будет построен всесезонный крупный семейный развлекательный комплекс с 18 различными современными аттракционами на площади 9 гектаров. Также будет построен крупный современный кинотеатр с шестью залами. Кинопанорама, оснащенная технически совершенными лазерными проектами, сможет вместить 450 зрителей одновременно. В центре волшебного городка Мэйджик-Сити будет возведена точная копия баварского замка Нойншвайнштайн высотой 57 метров, который определенно станет центром притяжения для посетителей парка. Полин Групп, одна из лидирующих компаний мира с широким спектром деятельности, тоже внесла свою внушительную лепту в данный проект, инвестировав в него полтора миллионов долларов для строительства основной части парка в совершенстве. Мы участвуем на данном мероприятии в качестве представителей компании Полин Групп. Компания специализируется на производстве аквариумов. Мы реализовали крупные проекты в нескольких странах мира. Увидев такие кардинальные изменения в сфере строительства в Ташкенте, мы удостоились участия в грандиозном проекте строительства парка Мэджик-Сити. Наш аквариум будет площадью 4300 квадратных метров, и его вместимость составит 1300 кубометров. Также будет построен туннельный аквариум длиной более 20 метров. Прогуливаясь по туннелю, вы сможете увидеть более 3000 рыб, 700 разных видов. Кроме того, будет налажена услуга дайвинга. Посетители здесь не только прогуляются и отдохнут, но и расширят свой кругозор в интересной и интерактивной форме. Мы сможем принимать около 1500 посетителей ежедневно. Ташкент сам по себе очень красивый город, но я верю, что проект Мэджик-Сити станет одним из важнейших проектов, который сделает Ташкент уникальным не только для Узбекистана, но и для всего региона. На данном мероприятии присутствовал также директор компании с мировым именем Беной. Мы присутствуем в вашей стране уже три года и вдохновлены пребыванием здесь. Как архитекторы мы работаем глобально в 84 странах мира. И за последние три года, каждый раз, когда я приезжаю в Узбекистан, вы показываете невероятный темп развития. Сзади меня, здесь, я смотрю на Ташкент-Сити, который выглядит просто изумительно. Я думаю, с момента, как я прибыл сюда и ступил на вашу землю, у вас самый изумительный пейзаж, который сочетается с прекрасным горным хребтом. Сегодня вы создали восхитительный парк для людей, парк, в котором используется всевозможная архитектура. Прямо сейчас мы стоим в гостинице Хилтон, что является прекрасным достижением и катализатором развития города. Столица движется на уровне с другими, в мировом классе, а мы всегда вдохновлены тем, чем мы занимаемся. Наше вдохновение, то, как мы движемся вперед, это наш взгляд на ваш горизонт, ваши горы, которые просто восхитительны, самые красивые. Как архитекторы мы здесь, чтобы продолжить наше путешествие и развиваться вместе с вами. Мы верим, что эта страна станет невероятным феноменом для Центральной Азии. Это широкая площадка для нас. Мы здесь ради того, чтобы быть друзьями, партнерами вашей страны. У вашего президента видение великого будущего в том, что он привлекает работать архитекторов с таким же видением. Мы получили удовольствие от реализации проектов для вашей страны, и мы продолжаем наше путешествие здесь. И для нас это абсолютный восторг. Наши следующие шаги – это посетить Бухару и Самарканд, поскольку эти города – драгоценности вашей страны. Мир говорит о чудесах света, но они здесь, здесь, в вашей стране. И это для нас та магия, которая вдохновляет нашу умы и заставляет нас улыбаться каждый раз, когда мы приезжаем к вам. На первом этапе проекта Magic City вы сможете увидеть коллекцию многих архитектурных достопримечательностей мира. Архитектурные решения зданий созданы австралийской компанией Sanderson Grove. В чудесном городке достраивается грандиозный музыкальный фонтан общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет построен амфитеатр наподобие римского колизея, который сможет вместить 650 человек. Согласно предложению главы государства, в центре площадки проекта также будет построена копия Самаркандского Регистана. На втором этапе будет достроена вторая часть проекта площадью 12 гектаров, где будет расположено 38 самых современных аттракционов, привезенных из передовых стран мира. Еще одной крупной частью проекта Magic City станет гигантский современный аквапарк на площади 2 гектаров. Следует отметить, что над полным воплощением дизайна и бренда проекта работает российская компания Тутков Будков. Планируется, что первый этап проекта полностью будет завершен к сентябрю 2020 года. КОНЕЦ